Сейчас такие времена пошли, друзья, что обязательно нужно и родителям, и детям дать простейшие, но очень эффективные приёмы и принципы, правила подбора индивидуальных приёмов, которые помогают человеку сбросить стресс, настроиться для детей, например, на уроки, к встрече с репетитором. Да, к сдаче экзаменам, родителям, чтобы уметь в нужный момент встряхнуть с себя все заботы, впечатления и тревоги дня, выйти на состояние гармонии в себе, найти общий язык с ребёнком. Да-да-да-да, чтобы меньше было уставаемости, меньше было конфликтности, чтобы лучше дети учились, улучшили свою память. Ну, в первую очередь на вебинаре я, конечно, хочу пригласить детей, а родители пусть будут рядом и смотрят, как я детям покажу эти приёмы, и родители заодно научатся. А потом, когда дети уже отойдут, потому что дети же не могут там три часа на вебинаре сидеть, им скучно будет, а потом уже останутся родители только. И с родителями объясню, как с детьми общаться так, чтобы они могли понимать, как устроены механизмы мозга, как правильно использовать эти приёмы по саморегуляции, по методу ключ, как инструменты для создания взаимного контакта между собой и детьми, и даже между мужем и женой, между бабушкой и дедушкой, даже так. Это вообще вебинар для детей и родителей, и кто захочет, педагогов, да, и социальных работников. Этот вебинар нужен каждому, поэтому приходите, посмотрите, что это такое, потому что сегодня это, да, у меня большой опыт. Я профессором кафедры здоровья и сбережения работал в Нижегородском институте развития образования и ведущем психологическом институте, там, психологический институт Российской академии образования, ведущим научным сотрудником работал. И в разных ещё институтах, ведущем научным сотрудником, ну, короче говоря, у меня опыт есть, и мало того, у меня дети уже взрослые, психологи известные, а ещё у меня есть правнук Максимка, человек будущего. Так что то, что я желаю своим детям, я желаю и вам, здоровья вам. Как говорил очень мудрый человек в своё время, я хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. Так всё просто выражено, да, и чтобы человек был честный с самим собой. Когда человек честный с самим собой, у него очень много шансов быть здоровым, делать меньше в жизни ошибок, да, и быть успешным, талантливым и развиваться очень интересным образом, чтобы каждый из нас был неповторим. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok